Классическая Lada Niva, теперь именуемая легендой, разжилась новыми комплектациями, точнее, хорошо забытыми старыми Urban и Black. Завод анонсировал их возвращение прошлой осенью, однако наладить производство удалось только сейчас. От базовой Niva версия Urban отличается окрашенными пластиковыми бамперами и оригинальными литыми дисками. В список оснащения входят кондиционер, обогрев передних сидений, электрические стеклоподъемники и противотуманные фары. Аналогичный набор оборудования стоит и в комплектации Black. От Urban черный внедорожник отличается антрацитовыми дисками колес, темной отделкой салона и фирменными шильдиками. Что касается цен, то Urban стоит на 20, а Black на 30 тысяч дороже исполнения люкс. Все машины лишены антиблокировочной системы тормозов и единственного бокового airbag. АвтоВАЗ официально подтвердил очевидное. Первые партии вес тольяттинской сборки будут оснащены 90-сильными восьмиклапанниками. А вот 16-клапанные моторы вернутся под капот флагмана только летом, а может быть даже осенью. Блок управления для них сейчас спешно доделывает и Телма. Кроме того, у машины поначалу не будет ни большого тачскрина медиасистемы, ни системы стабилизации, ни других электронных помощников, кроме АБС. Эту саму АБС, к счастью, нашли. Поставщиком выступит китайская компания. Само наличие АБС — принципиальные условия президента АвтоВАЗа для перезапуска Весты. Если вдруг начавшиеся поставки блоков АБС сорвутся, то запуск Весты отложат. Кстати, вслед за Вестой АБС в течение нынешнего года вернется и на другие лады. Сроки появления автомобилей сейчас называются четко. Серию, переехавшая из Ижевска модель, пойдет во второй половине марта, чтобы дилеры открыли продажи на майских праздниках. Между тем, у дилеров иссякли запасы Вест ижевской сборки, что неудивительно. Последние машины продавцы получили еще летом прошлого года, а ритмичный выпуск машин вообще прекратился ранней весной. Как отмечает сайт Кьюта со ссылкой на дилеров Лады, по всей торговой сети сейчас разбросано от 200 до 300 Вест. Для справки, в России сейчас как раз около 300 шоурумов марки Лада. Зато грант продавцам хватает. Более того, на представителей бюджетного семейства сейчас действуют минимальные дилерские накрутки. В автосалонах за экземпляры 22 года выпуска просят лишь на 30-40 тысяч рублей больше рекомендованной производителям цены. Продолжение следует...